Каждая девочка С ней произошел несчастный случай. Выпав из окна своей высокой башни, она заснула на несколько дней. Субтитры делал DimaTorzok То есть два дня комы, потом ребенок вроде вышел из комы, но, соответственно, там последствия дали себе знать. Ну, потом уже все, пошли, месяца больницы, лечения, реабилитация. Первые несколько месяцев после травмы я лежала полстом, я ничего не могла делать. Потом еще где-то около, может, полугода я училась ходить с ходунками. В больнице со мной лежала мама. У нее есть изменения нервной системы, которые мешают ей передвигаться нормальным образом. Мы должны с ними бороться. Все-таки необходимо еще улучшать опороспособность, функцию конечностей, равновесие, что в целом приведет к возвращению нормальной физиологической ходьбы. Реабилитацию в этом центре я прохожу уже в пятый раз. Процедур очень много. Это массаж, это ЛФК, это костюм, это разные водные процедуры. Это психолог, это творческие занятия, это танцы, это музыка. Извинения явно есть, потому что я чувствую, что, допустим, после костюма у меня становится как-то увереннее походка. После ЛФК у меня все болит, конечно, но я иду. То есть раньше я иду, ну, шла, и мне надо было за что-то взяться, чтобы не упасть. А тут я иду, и я понимаю, что мне не нужна никакая стенка, мне не нужна никакая опора, ну, ты не нужен. То есть я иду сама, я иду нормально, я не шатаюсь, это вообще просто волшебно. Я хочу вернуться, то есть к тому, то есть вот я понимаю, что это сейчас мое жизненное испытание. То есть у каждого же человека в жизни получается какое-то большое трудное испытание, которое мне нужно пройти. И вот просто так получилось, что я свое испытание прохожу вот сейчас, в таком раннем возрасте, можно сказать. И сейчас я мотивирую себя тем, что мне нужно вернуться к тому состоянию, в котором я была раньше. То есть стать обычным здоровым ребенком, то есть чтобы ножка у меня вставала правильно, чтобы у меня была хорошая координация. И вообще просто хочу вернуться в общеобразовательную школу. Человек, который попадает в какую-то трудную жизненную ситуацию, он все равно так или иначе впадает в депрессивно-тревожное состояние. То есть он был нормальным, как все. И вдруг неожиданно он теряет у него какие-то свои способности, какие-то свои умения, у него получается ограничение. И в это тревожное состояние Ленина, оно было очень сильным, когда она приходила на первое занятие. Сейчас постепенно, я думаю, мама и папа, и все окружающие помогают ей понять, что даже того, что она как-то ограничена, она очень многое может. И чем больше она что-то делает, тем больше у нее появляется уверенность в себе. А есть ли желание изменить себя и свою окружающую жизнь? Лена сразу поняла, что унывать нельзя, ни в коем случае. Сначала она стала заниматься музыкой, потом научилась рисовать и даже встала на горные лыжи. Поначалу все эти увлечения стали неотъемлемой частью ее жизни. Но Лена и представить не могла, что судьба сведет ее с танцами. На них, что судьба сведет ее с танцами. Субтитры создавал DimaTorzok Какое-то время я не решалась сюда прийти, а потом я пришла сюда в октябре, в конце октября 2016 года. И вот после первого занятия я пришла домой, я сижу и реву, говорю, мама, это просто чудо. С первого же дня мы влюбились в эту атмосферу, в этого руководителя, и в общем с первого же дня стали ходить на занятия. У нее появилось желание дальше продолжать, ну то есть раньше она была такая, ну поникшая, а сейчас у нее желание есть, ну а вперед идти, она рвется, стремится к лучшей жизни в общем. Вот танцы ей и это дали. Каждая репетиция для Лены – это борьба с самой собой. Но ничто так не закаляет характер, как трудности. Она не пропускает ни одного занятия, каждый из которых длится целых два часа. Лена справляется. Лена, она разная, и что мне в ней нравится? Она может реветь, она может смеяться, она может падать при этом, она даже не пахнычет, она может показать свою агрессию, при этом тут же соберется, встанет в танец. Она по жизни активная, при этом она признает, что я устала, и она говорит сразу, я устала, меня не трогайте. Эта вот честность, искренность в сочетании с талантом меня, конечно, очень трогает. Когда ты очень сильно стараешься, это всегда приводит к положительным результатам. Постоянные репетиции тоже не прошли даром. Танцевальный коллектив, которым занимается Лена, ставит большой спектакль. Будет впервые спектакль, основанный на реальной событии Елены Чулкиной, на ее жизненной истории. Жила-была тучка. Это я. Я была, как все, обычная, белая и пушистая. И очень любила летать в облаках. Но три года назад подул сильный ветер, и я упала. Да так, что три дня пролежала в снежном коме. Но я смогла оттуда выбрать. Кусочек моей прошлой жизни. Мы с Жанной договорились, что после этого спектакля моя жизнь делится на «до» и «после». То есть на «до» и «после». Вообще, я думала, что моя жизнь – это после травмы «до» и «после». Но нет, после спектакля. Ты главная верит. В одной вере точно. Что смогу летать без палочки. Но вот только не уверена, что смогу танцевать без них. Постой, постой. Я знаю, что он все лучше. Он кого угодно научит танцевать. Да, но если все равно ничего не получится. Надо попробовать. Я знаю любимую песню. Он всегда пригодится. ПОЁТ! ПОЁТ! Вообще я играю сама себя. То есть это все сделано, основано на реальных событиях просто в более понятной для детей форме, форме сказки. Меня эмоции просто распирают сейчас. Я хочу и плакать, и танцевать, и смеяться. И вообще весь мир хочу обнять сейчас просто. Сказка, терапия, работаю. После этого спектакля у меня началась новая жизнь. В будущем Лена планирует учиться в высшем учебном заведении, а потом открыть свою студию для особенных детишек. Несмотря на все жизненные трудности, они готовы узнавать что-то новое, открывать для себя разные увлечения, быть открытыми для новых знакомств. Совсем не важно какой ты, особенный или здоровый, ребенок или взрослый. Главное всегда верить в свои силы и двигаться только вперед. Главное всегда верить в свои силы и двигаться только вперед. Главное всегда верить в свои силы и двигаться только вперед. Главное всегда верить в свои силы и двигаться только вперед. Главное всегда верить в свои силы и двигаться только вперед.